История взаимоотношений России и крымских татар, как я сказал, больше, более 200 лет. И эта история, она в своей основе не насильственная. Это не принятие России, но и не, то есть не поддержка России, но и не насильственный момент. То есть эти, понимание этого есть, как бы глубоко сидит, потому что национальное движение крымских татар, которое боролось за возвращение, скажем, из мест выселки с Узбекистана, со стран Средней Азии, с Казахстана в Крым, оно с 60-х, 70-х годов, и оно не было насильственным. Соответственно, есть фактор Хизбут-Тахрир, как одного из, скажем, сильных мусульманских организаций, которые действуют в Крыму. Мы тоже говорим, что насилие это не тот путь, по которому мы должны идти. Насилие это путь в никуда. То есть это тебя, как я говорю, закопают в этих, потому что не пропорционально. Поэтому в этом смысле, я думаю, радикализация может произойти только лишь в том случае, если Россия сама организует теракты. То есть она начнет просто взрывать мечети, взрывать церкви, взрывать мечети, взрывать церкви. Поэтому радикализация может происходить только по такому сценарию. Но, как я сказал, инициативы Москвы, России, они сегодня стали более приземленными. То есть они уже понимают, что реально оценивают свои возможности, что не получился блицкрик, оказывается, нас обманули и так далее. Поэтому, ну, я не говорю, что украинский кризис закончится, скажем, в ближайшие несколько лет. Но, скажем, Россия в последние два года перешла в такую оборонительную позицию. Потому что по всем фронтам совершают, да, на нее как бы давление усиливается. И я хочу сказать, что спектр этого давления еще широкий. То есть можно по... Россия же, она нарушила огромное количество международных договоров, двухсторонних с Украиной договоров и так далее. Если это все поднимать, и Россия, она что будет делать? Европейский Союз много жалоб, мы не будем исполнять, выйдем там отсюда, выйдем оттуда, выйдем и так далее. Тем самым она сама себя будет душить. А с учетом отсутствия идеологии, отсутствия, как бы, ну, коррумпированности страны и так далее, и так далее. То есть, ну, возможно, мы будем свидетелями, там, я не знаю, о сроках тяжело говорить, но будем свидетелями смены власти, дай бог, не кровавой. Потому что если будет Россия, революция происходить на такой огромной территории с таким огромным количеством населения, то сирийский кризис в плане, ну, его миграционное, скажем, измерение для Европы покажется просто цветочками. Продолжение следует...